добрый день приветствую всех кто смотрит видеоканал планеты дзюдо я Роман Карасев и мы продолжаем наши небольшие видео сюжеты по теме тренировка дзюдоиста с помощью борцовского манекена переоборудованного для занятий дзюдо вы видите отличие то есть если борцовский манекен он без кимоно да обычный то здесь мы одели на него кимоно и ссылка будет в описании как можно такой манекен переодеть кимоно во-первых это улучшает качество тренировки и наиболее близко становится то что мы изучаем дзюдо а это значит что мы можем как следует брать захваты за кимоно что очень важно да чуткость пальцев рук кистей как это можно все хватать улучшает качество все общего общей тренировки и вы понимали самого броска лучше приходит потому что все таки просто с обычным борцовским манекеном тренировка дзюдоиста можно делать но только ограниченное количество приема ну по крайней мере на мой взгляд а дальше вы сами совершайте сейчас что мы посмотрим да я продемонстрирую вариант приема тома и наги как можно отрабатывать прием тома и наги с помощью вот такого борцовского мальдена тома и наги или на русский язык можно перевести как бросок с падением через голову с упором стопы в живот или ноги в живот вот наверное отсюда будет виднее итак есть несколько вариантов выполнения вариант первый за за два рукава когда мы держим вариант второй за два отворота когда мы держим и вариант третий когда мы держим отворота рука по большому счету каким образом вы будете держать захват зависит только от вас но отрабатывать можно и так и так и так потому что ситуации могут быть совершенно разные итак давайте начнем за два рукава я беру захват что я делаю я делаю имитацию движения раскачку такое ощущение кому-то партнер будет идти на меня потому что когда партнер ваш уходит от вас здесь тома и наги с упором стопы в живот сделать нельзя а вот когда он напирает на вас идет вашу сторону вот здесь как раз таки и делается тома и наги вот я его качнул назад отхожу теперь сам назад он идет вперед и в этот момент я делаю тома и наги так так давайте еще разок с этого ракурса покажу вам опять за два рукава только я теперь с другой ноги шагаю обязательно видите я вам всегда говорю в моих видео в две стороны делать стараемся в этом случае я сейчас буду делать левой ногой ставить левую ногу в живот два и три это вариант за два рукава вариант за два отворота вот я держу два отворота и таким же образом я раскачиваю своего партнера назад вперед два три и другая стойка у меня поменял стойку и ни сам это вариант за два отворота и третий вариант отворот рукав сейчас я так же вам продемонстрирую и так я снаружи во-первых надо привести в порядок форму кимоно для моего партнера он же мой помощник так ну на самом деле очень хороший помощник для тренировок в случае когда у вас нету с кем тренироваться вы можете всегда положиться на него это раз а во вторых ему никогда не больно он может падать столько сколько нужно вы представляете во первых это вы бережете своего партнера обычно да вот а здесь вы можете с какой угодно силой вкладываться в бросок и он ни разу вам не скажет ой я устал хватит не надо и так далее молчаливый помощник тренировки дзюдоистов и так правоставание стойка воротник рукав раскачиваем и и сам и идет бросок это мы сделали в правую сторону и теперь левосторонняя стойка и ни сам так уважаемые мои зрители вы увидели прием тома и ноги это бросок через голову с падением с упором стопы в живот нога идет три варианта с захватом за два рукава за два воротника от ворота и за воротник рукав есть еще другие варианты так называемые йоку тома и ноги когда мы делаем сбнос не прямо через голову а в сторону ну наверное давайте давайте попробуем я вам покажу хотя немножечко сложно показывать на таком борцовском манекене но возможно у меня получится итак йоку тома и ноги когда мы ложимся немножко не совсем насквенно а немножко на бок или мы сбрасываем в бок не совсем через голову бросок идет а в сторону итак захват захват взять воротник в руках я раскачиваю но здесь вот в этом случае очень важно координация смотрите то есть куда будет двигаться моё чучу я я иду сюда видите и я в сторону не перебросил через голову а бросок идет в сторону почему йокут в сторону потому что когда живой партнер он может как-то реагировать на прием реагирует в воздухе поэтому мы с помощью рук уже соответственно направляем движение партнера здесь я направил его в сторону давайте вроде получилось я сейчас еще раз попробую сделать вот из этого положения вот так немножко спиной повернусь вот сейчас за два рукава возьму видно вот за два рукава и чисто и то есть я немножко в сторону его скину еще есть вариант когда я ложусь боком то есть йоку еще в такой знаете есть йоку кэм это боковое падение не знаю насколько это получится у меня с манекеном потому что все таки вот такие приемы как йоку тома и наги более подход для отработки когда живой партнер ну давайте попробуем то есть что сделать из такого положения я ухожу вот сюда в бок ну вот что-то похожее получилось в принципе можно отрабатывать просто я мало отрабатывал на самом деле этот прием давайте еще раз что я делаю я не ложусь вот здесь вот не вот так иду ложусь на стену а вот смотрите вот эта нога вот я стою в правой стороне стойки и вот эта нога будет идти в живот как бы в середину моего манекена а голова идти вот сюда не назад как я первый первоначально а эти вот сюда знаете как вот такую прием давайте я сейчас еще раз покажу мне самому понравилось сейчас сейчас попробую в левую сторону вот видите куда нога вот сюда я иду вот сюда давайте я покажу вам направление я вот так вот ложусь вот видите как я лев практически но почему с ним неудобно видите он не гнется он сразу вот так вот ложится поэтому здесь вот отсюда поднимаем и вот сюда в сторону еще раз давайте немножко длинное видео получилось но вы меня простите и так вот сейчас смотрите вот твоя стойка вот сюда бросок Йоко Томой Наги итак мы сейчас сделали с вами бросок Томой Наги и Йоко Томой Наги с разными вариантами захватов с помощью нашего помощника борцовского манекена переоборудованного для тренировок дзюдо вы смотрели YouTube канал планеты я Роман Карасьев до новых встреч итак ушли руками приготовились отжимаем есть не забывайте про самостраховку у меня до новых встреч прощавок он